Пан Юрик Фельштейнский, последованный крыток путинского режима, историк из исполченных штатов Америки. Юрий Георгиевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сообщается, что Россия ударила по городу Харьков уже на текущий момент. По состоянию на сей час количество раненых возросло до 16 человек, один погибший, среди раненых есть дети. Также сообщается, что сегодня Россия впервые ударила управляемыми боеприпасами крупного калибра, сообщает областная военная администрация. Управляемые боеприпасы, конкретно по жилому сектору. Я, к сожалению, не военный эксперт, я, конечно, не очень понимаю, какой именно этот вид оружия. Но по Харькову в последнее время наносятся достаточно серьезные удары. По существу там было, я не знаю, как сейчас, уже восстановлен или нет, но в какой-то момент, как вы знаете, было вырублено все электричество, остановилась подача воды, потому что насосы тоже работают как бы на электричестве. Поэтому, к сожалению, сейчас, видимо, Россия вообще концентрирует удары по крупным украинским городам. Киев, Харьков, Львов, Одесса. И вот Николаев в том числе, уже 8 раненых после перелета баллистики сегодня. Да, я понимаю, Юрий Георгиевич, вы не военный эксперт, я к другому это все. Я к тому, что военные эксперты наши сообщают, что прекратить весь этот кошмар могут два компонента. Первый, это авиация против КАБов, управляемых бомб и так далее. И второй, это усиление систем ПВО. И вот я хочу вас спросить, сколько еще должно умереть или там, да, сколько должно прилетов еще быть? Сколько еще украинцы должны умереть для того, чтобы Запад поскорее предоставил уже эти машины, F-16, и усилил нашу систему ПВО? Это вообще как-то влияет? Ну, в принципе, позиция Запада, конечно, не поддается никакой критике. К сожалению, тут первенство держат сейчас Соединенные Штаты, которые из-за партийных разногласий заморозили помощь Украине. И, к сожалению, Европа недостаточно быстро реагирует на вот эту изменившуюся ситуацию, тем более, что она может измениться еще и в худшую сторону, если в Белый дом придет Трамп. Понимаете, ну, я историк по образованию и по жизни, да, и историком, изучающим, допустим, там, ход Первой мировой войны, Второй мировой войны, задним числом всегда ясно, насколько, как бы, простыми были совершаемые ошибки, да, там, например, совершаемые Западом ошибки и Соединенными Штатами ошибки в преддверии Второй мировой войны, да, и насколько задним числом, как, по крайней мере, кажется, очень легко можно было предотвратить ту или иную войну. И точно так же, в общем-то, уже поскольку есть все-таки временное расстояние, два года, да, то же самое уже понятно про российскую агрессию в отношении Украины, да, вот на самом деле задним числом понятно, как все это можно было не допустить, да, просто не допустить. А уже когда это произошло, как можно было эту войну достаточно быстро, ну, выиграть и таким образом завершить, да, ну, вот задним числом это все понятно, по крайней мере, историкам, да. Ну, я уж не знаю, хорошо это или плохо, но историков не допускают к управлению государствами и к принятию, по крайней мере, политических решений, касающихся внешней политики. Пока Запад не изменит свою стратегию, которая на сегодняшний день заключается в том, что Украина ни в коем случае не должна выиграть, а Россия ни в коем случае не должна проиграть, ситуация будет оставаться вот как она есть сейчас, да, для того, чтобы она изменилась, все, что должно произойти, да, Запад должен как бы принять на вооружение, очень удачное слово в данном случае, другую стратегию, что Украина должна победить, а Россия должна проиграть. Вот тогда все встанет на свои места, да, тогда не нужно будет объяснять ни населению, ни членам, там, Конгресса американского, почему нужно оказывать помощь, да, почему нужно разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации, включая Москву, да, вот тогда все встанет на свои места. А пока стратегия заключается в том, что Украина ни в коем случае не должна победить в России, а Россия ни в коем случае не должна проиграть, вот мы, собственно, два года уже наблюдаем все то, что происходит, и конца этому нет, ну, то есть, с точки зрения российской готовности, да, вести войну таким образом, конца нет, потому что мы видим, что вооружений хватает, вот они новые какие-то там типы вооружений находят, да, а людские ресурсы есть, поскольку жизнь ничего не стоит, и Путину все равно сколько людей гибнет, а финансово тоже как-то вроде нефть и газ вроде бы свои деньги стоят, как продавали, так и продают, да, всегда есть покупатели, но если не в Европе, то в Азии. Поэтому вроде бы вот этот формат перманентной войны, он Россию устраивает. На идеологическом уровне, на пропагандистском уровне тоже у них как бы все вполне сформулировано и схвачено, да, как говорит, сказал Медведев, вот что мы воюем, типа, со всем цивилизованным миром, да, вот будем воевать, пока всех их не истребим, ну так примерно. Поэтому эта установка такая многолетняя, да. Осталось только, чтобы Запад наконец понял, что, ну будем откровенны, что воевать против России руками Украины намного дешевле Западу и проще, чем своими собственными войсками и своими собственными гражданами. Но почему-то, почему-то вот эта так простая истина, она как-то никак не доходит, ну, не до Америки. Но Америка, допустим, далеко, и Америка страна провинциальная в каком-то плане. Её там до сих пор бейсбол волнует и южная граница. Но даже в Европе это не до всех, к сожалению, доходит. До тех, кто близко от России, например, до Польши, например, для Литвы, давно всё дошло, да. А до многих других европейских государств, к сожалению, нет. И, в принципе, вот уже идёт два года война, и мы с тревогой наблюдаем за многочисленными попытками Российской Федерации пробиться через Одессу к Приднестровью, для того, чтобы развязать такую же войну в Молдове. И, конечно, опять же, это простое решение, но мне, как историку, оно очевидно. И, конечно, на месте молдавского руководства я бы, конечно, поднял перед своим населением вопрос о референдуме и о объединении с Румынией и таким образом вступлении в НАТО. И я понимаю все минусы, конечно, которые несёт в себе объединение двух государств, хотя это, в общем, одни люди, один язык, да. Но это цена за то, чтобы не было войны, да, за то, чтобы избежать войны, потому что иначе, конечно же, Россия Молдову в покое не оставит. Ну вот это я к тому, что всегда, в принципе, есть какие-то решения, да, абсолютно простые и абсолютно правильные, да, для предотвращения войны, да, и для уже победы в войне, если война уже начата агрессором. Но агрессор не изменит своих намерений, да. Вот Гитлер не мог их изменить, да, уже после того, как вошёл в войну. Путин не будет их менять. И главное, что Путин там не единственный, да, и нет никаких оснований считать, что в этом во всём виноват один Путин, и если вдруг он завтра умрёт, или ещё что-то с ним случится, что-то в позитивную сторону изменится. Вот никаких указаний на это нет, да. Поэтому нужно, к сожалению, нужно пытаться убедить Европу, убедить Америку в том, что в интересах, помогать Украине в интересах Европы и Америки. И вроде бы они это понимают, да, время от времени они это даже говорят. Но почему-то, когда доходят до практических вопросов, да, выделения там определённых видов оружия и изменения общей стратегии, вот тут всё застопливается. Юрий Георгиевич, после теракта в Крокус-Сити-Холл многие западные СМИ отреагировали на то, что произошло. Сейчас упустим часть того, о чём вчера заявляли и Путин с Нарышкиным, с Бортниковым. Остановимся на статье издания The Times, которая состоит из двух частей. Вот первое, это последствия, какими они оказались для режима Путина. И второе, это сценарии, что будет дальше. Возможные сценарии. Вот давайте с первой части начнём. Теракт в Крокус-Сити-Холл показал шаткость позиции Путина и неготовность аппарата РФ к таким вызовам. Издание сообщает, что события в Крокусе показывают, как Путин постепенно теряет контроль над происходящим в Российской Федерации. Путин теряет контроль над происходящим в Российской Федерации, потому что я помню просто обилие статей, в частности, там, американской, европейской, после похода Пригожина на Москву, что вот, мол, Путин теряет контроль, кресло шатается и так далее. Ну вот прошло время, и мы видим, что ничего подобного не произошло, к сожалению. Теракт в Крокус-Сити-Холл, и то, о чём пишут сейчас журналисты, имеют какие-то основания так считать для вас лично или нет? Ну, вы знаете, конечно, теракт в Крокусе не на руку Путину, будем откровенны. И, конечно, Путин очень подорвал свой авторитет, хочу сказать. Ну, понимаете, в чём дело? Вот подрыв авторитета, потеря контроля, это же всё имеет значение в ситуации, когда есть какие-то противостоящие силы, когда есть какая-то оппозиция, когда выборы, я не знаю, 50 на 50, и вот какое-то такого типа события сдвигают поддержку и побеждает оппозиционный политический лидер. А у нас, смотрите, что произошло. Американцы предупредили 7 марта о том, что будет теракт в течение 48 часов. Он не произошёл в течение 48 часов. Но Путин уже успел выступить перед коллегией ФСБ, что нечасто публике сообщается, и назвать сообщения американцев провокацией и шантажом. То есть вместо того, чтобы выйти перед коллегией ФСБ и сказать, что нужно сейчас все силы бросить на то, чтобы определить, насколько велик шанс теракта, который организует неведомые силы, допустим, мусульманских эксимистов, Путин, наоборот, дал указание ничего не предпринимать. И в этом плане, конечно же, вина лежит не только, ну, главным образом, понятное дело, она лежит на террористах, которые убивали людей, но она лежит и на Путине, который абсолютно как бы обезоружил в этот момент спецслужбы, потому как все знают, что ослушаться президента, который уже в кресле сидит 24 года, это вещь рискованная, и за это могут уволить, в то время как за теракт никого не снимут. И мы увидели, пока что мы видим, что никаких снятий не последовало. А почему, кстати, это тоже очень интересно, неважно, кто его совершил, абсолютно неважно, пусть они будут убеждены в том, что это сделали неонацисты из Украины, или американцы, как они сказали, или британцы. Почему никто не наказывает внутри этой системы? А потому что внутри этой системы единственным преступлением, как бы серьезным, является нелояльность к руководителю. Вот все остальное можно как бы простить, а вот нелояльность к руководству карается жестоко. Ну и мы, между прочим, помним, что терактов же много в России было, ни разу никого не сняли из-за пропущенного теракта. По той же причине. Потому что российская система в целом, управление страной, основано только на одном, на полном послушании и лояльности к руководителю. Это главное. А все остальное никого не волнует. Жертвы, в общем-то, тоже никого не волнуют. То есть понятно, что на этом сейчас будет спекулировать и правительство, и пропагандисты, да, и будут пытаться там продавать населению теорию о том, что это были украинские или западные спецслужбы. Я не думаю, что это, кстати говоря, получится. И, в общем-то, не думаю, что с этой точки зрения теракт будет иметь какие-то последствия. Он может иметь последствия, если, как, опять же, призывает Медведев восстановить смертную казнь. Тогда действительно это будет теракт с некоторыми последствиями для Российской Федерации. Но восстановление смертной казни в России – вещь рискованная для самих руководителей. Будем откровенны, потому что с некоторой вероятностью они потом под этот же свой же закон и загремятся. Юрий Георгиевич. Да, пожалуйста. Нет, тем более, что исторически госбезопасность в Советском Союзе время от времени все расстреливали, да, верхний эшелон, порядки чисток. И до 1956 года их убивали в больших количествах. Мы говорим о десятках тысяч высших руководителей госбезопасности, которые были расстреляны. Поэтому в ФСБ это все знают, в ФСБ это очень хорошо помнят. И в каком-то плане они, наверное, больше, чем условные преступники, заинтересованные в том, чтобы смертной казни в Российской Федерации не было. Юрий Георгиевич, давайте обратимся к этим сценариям, о которых пишут журналисты издания The Times. Так вот, сообщается, что в ответ на эти теракты возможно три сценария. Первый. Россия может показать его как операцию под чужим флагом, чтобы разжечь общественный гнев против Украины. Второй. Путин может использовать теракт как способ заморозки войны против Украины, сосредоточившись на войне против терроризма. И третий. Путин уже потерял контроль, позволив внутренним конфликтам взять верх. Вам близо какой-то из этих трех сценариев? Я думаю, что все они очень такие, теоретические. И ни один из этих сценарий как бы реализован не будет. При том, что, да, и российское руководство, и Путин вот пару дней назад целую лекцию прочитал народу о том, что за всем этим стоит Украина и западные спецслужбы, я не думаю, что в это кто-то поверит, особенно после того, как само же российское телевидение показывало этих самых террористов явно не украинского происхождения, да еще и после того, как были засняты и показаны все эти пытки, избиения, абсолютно варварские. Это я к тому, что если бы просто показали бы четыре фотографии, ну, показали, и все бы про них забыли. А когда вам показывают там отрезанное ухо, да, и избитых этих террористов в суде, ну, опять же, я должен сказать по западным правилам подозреваемых, да, в терроризме людей, потому что, в общем-то, нам не все подробности ясны, да, то есть, вроде бы было сказано, что это ровно те четыре человека, которые стреляли, и, допустим, это так, да, но пока это, условно говоря, суд не подтвердил, они считаются подозреваемыми. Но, тем не менее, да, когда показывают все эти пытки, измывательство, издевательство, избиение, это запоминается, да, зрителю намного сильнее, чем просто четыре показанные фотографии, которые то ли, то ли они, там, то ли они таджики, то ли они узбеки, то ли они украинцы, да, кто это помнит, а вот сейчас уже все помнят, да, поэтому не продать версии о том, что это Украина, и не продать версии о том, что это западная спецслужба, да, в этом плане как бы никакого еще большего озлобления, я думаю, добиться нельзя, потому что вообще российская пропаганда уже два года на предельном уровне озлобания. Медведев уже просто из своей медвежьей шкуры просто наизнанку вылез, да, уже он не знает к чему призвать, вот он уже, уже у него последний был текст, да, там мы вас всех убьем, всех убьем, всех убьем, всех убьем, всех убьем, да, ну что еще можно сказать, да, всех убьем, ну хорошо, всех убьем. Ну, с воздуха они наносят удары, это тоже как бы к озлоблению населения не привяжешь, все равно они их наносят, независимо от того, озлоблено население по любому поводу или не озлоблено. Так что я не думаю. Слабость Путина, ну, понимаете, слабость слабостью, ну, получается, что все его во всем поддерживают на уровне широкого руководства Российской Федерации, ну, потому что, когда они поддерживают, то тут же снимают. И, собственно, все эти чиновники, они уже всё-таки 24 года ведь тоже с ним, да, живут, с Путиным. Ну, и, соответственно, по такой логике, ну, что 24 года они протянули, ну, и ещё там, не знаю, 24 года надеются протянуть, собственно, да, почему же нет. Оппозиции Путина никакой нет и не будет, в том числе и в вопросе войны. И, опять же, я не думаю, что один террористический акт, прямо скажем, перенаправит внимание российского руководства, условно говоря, с войны в Украине на борьбу с терроризмом, да. Ну, если вдруг мы увидим, что эти теракты просто вот волной идут один за другим, ну, может быть, тогда действительно что-то там в голове у кого-то на эту тему в руководстве России начнёт меняться, да, и они начнут приоритеты расставлять иначе. Но, скорее всего, всё-таки это, как бы, ну, такое одноактное мероприятие, и я не думаю, что нам следует ожидать прямо вот волны террористических актов в России, ну, хотя всё может быть, давайте, как говорится, подождём, посмотрим. Ну, то есть это в каком-то плане такой хороший сценарий, да, если вот Россия всё-таки поймёт, что не западный мир, её враг и не Украина, а, допустим, мусульманские экстремисты. Но при этом с этими же самыми мусульманскими экстремистами, если иметь в виду Хазбулу и Хамас, и Иран, Россия поддерживает абсолютно открыто и подчёркнуто дружеские отношения и всячески им во всём помогает. Да, поэтому то, что ИГИЛ, как бы, ну, в силу исторической, поскольку он считает себя конкурентом и Хамаса, и Хазбулы, и Ирана, оказался во враждебном лагере, это, как бы, такая неприятная неожиданность, да, неприятный факт. Но он, в общем-то, единственный. Здесь, раз уж мы заговорили о терроризме, хочу вас ещё спросить по поводу появившейся сегодня утром информации с прикреплённым фото от СМИ, связанными с ИГИЛ. Значит, они обнародовали угрожающее сообщение, исключительно там с фотографиями четырёх европейских столиц, с текстом «Кто следующий?» Там на этих фотографиях Мадрид, Париж, Лондон, Рим. То есть, возможны ли теракты в Европе? Вы знаете, ну, конечно, теракты в Европе возможны, время от времени теракты везде происходят, да, и было бы, наверное, легкомысленно утверждать, что нет теракта в Европе невозможны. Ну, поскольку совершён некий теракт, под которым подписался ИГИЛ, ну, опять же, не знаю, значит, по-честному подписался или не по-честному, в принципе, не очень этот теракт похож на ИГИЛовский, да, ну, по ряду причин. Во-первых, в ИГИЛ всё-таки обычно люди думают не о том, чтобы уцелеть во время и после теракта, да, а в том, чтобы довести теракт максимально до конца, и очень часто эти террористы являются самоубийцами. Во-вторых, конкретно теракт в Крокосе, мне кажется, невозможно было организовать это за границей, то есть он не выглядит, как заграничный теракт, да, а скорее всё-таки он немножко похож на теракт местными силами, так или иначе. Ну, и то, что информация, которая была опубликована, что террористы как бы за деньги, да, участвовали в этом теракте, она тоже немножко странно звучит, потому как и деньги вроде бы не очень большие, и, в общем-то, ну, и, в общем-то, деньги в таких ситуациях не слишком волнуют, потому что у тебя шансов очень мало уйти после теракта, это все знают, да. Так что, ну, допустим, это ИГИЛ. Понятно, что поскольку теракт, как говорится, удачный, да, то, как всегда, после каждого теракта, да, организация его устраивающая, ну, в данном случае ИГИЛ, как говорится, начинает громко снова о себе заявлять и всем на свете грозить, да, потому что, в общем, часть вот этой разрушительной тактики, она заключается еще и в, ну, в испуге, в шантаже, да, людей. Потому что, конечно, сейчас там полиция и Франции, и Мадрида, и Рима, да, начнет более внимательно следить за всеми возможными указаниями на то, что, может быть, будет организован теракт. А, в принципе, ну, если бы Россия была бы нормальным государством, но, к сожалению, это не так, да, то можно было бы вот вслед Нью-Йорк Таймсу, да, сказать, что, да, вот вроде бы есть сейчас возможность у России сказать, да, вы знаете, ошиблись с Украиной, забудем про Украину, давайте вместе снова бороться с терроризмом. Ну, как, собственно, и было много-много лет, когда главным аргументом в пользу дружбы с Россией, да, и сотрудничества с Россией была совместная борьба со террористическими организациями. И, в принципе, ну, да, можно было бы к этому вернуться. Но я подозреваю, что это был бы слишком хороший вариант для всех, для нас, на который нам не следует рассчитывать. Юрий Георгиевич, в заключение скажите мне, пожалуйста, роль Беларуси в этой истории. Вы знаете, вчера, после того, как Александр Лукашенко, ну, я сейчас конкретно не про теракт, хотя, возможно, и эту тему можно сюда вывязать. Ну, окей, Александр Лукашенко вчера со своей собакой, значит, проинспектировал границу и остался на отдельном участке, где с военнослужащими обсуждали какие-то, по их мнению, возможные провокации на Сувалском коридоре в этой части. И многие после этого уже написали о том, что, возможно, Беларусь готовится к войне. Беларусь к войне готовится, как вы считаете? Ну, Беларусь не является самостоятельным игроком во всей этой истории, мы это знаем. И главный указатель у нас, как бы, конечно же, это концентрация российских войск в Беларуси, как и было в 2022 году. Поэтому, если мы увидим, что в Беларусь снова стягиваются российские войска, то, наверное, да, можно предположить, что не столько Беларусь готовится к войне, сколько Беларусь, Россия готовит к войне. И дальше нужно будет смотреть направление вероятного удара. Готовятся ли, сконцентрируются ли эти войска для удара на Киев, или они концентрируются для наступления в Восточной Европе? Ну, для наступления в Восточной Европе нужно довольно много всё-таки войск собрать в Беларуси. Да, это нужно понимать. Что касается этого самого Сувалковского коридора, несчастного, которого, конечно же, нет на самом деле, ну, я в каком-то смысле с... Ну, я не хочу сказать, что я вот жду, жду на конец этого момента, да, но просто нужно понимать, что если это произойдёт, Россия потеряет Калининград. Вот если Россия попробует пробивать себе... Что полный идиотизм, да, я сразу говорю. Вот с военной точки зрения, это как бы с военной, с дипломатической, с какой угодно, с политической, но это полный идиотизм, да, потому что, ну, удерживать коридор... Коридор можно мирно договориться и получить, да, как было в случае, когда Западный Берлин был связан с Западной Германией, там, шоссе, да, о котором было договорено, но коридор нельзя пробить и удерживать, это абсолютно абсурдная вещь. И если это, тем не менее, попытка произойдёт, или намёки вообще на эту попытку произойдут, Россия потеряет Калининград, да. Вот как, собственно, Германия потеряла Калининград, да, Данцик, после того, как долго пыталась пробить Данцикский коридор через Польшу, и в результате начала войну, проиграла эту войну и потеряла, собственно, Калининградскую область, да, потеряла Данцик и всю Восточную Пруссию. Поэтому то же самое произойдёт с Россией, Россия потеряет Калининград. Ну, я вообще считаю, что по результатам этой войны будет довольно много изменений в этом плане в Европе, и Россия и Калининград, скорее всего, всё равно потерят. Но это, допустим, мои предположения. А вот в случае попыток пробить коридор к Калининграду, Россия точно потеряет Калининградский регион. Тут вопроса быть не может. Отличная точка в рамках нашей беседы. Спасибо вам огромное. Берегите себя. До скорой встречи. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»